Меня зовут Салават. Ложка мира? Это половник. Половник-говорилка. То есть меня зовут Салават. Вот напрочь у меня сидит Ирина, и мы вместе путешествуем по разным странам, городам. Я у тебя не отбираю право слова. Ты можешь продолжать говорить. Что хочешь сказать? Ездим мы автостопом чаще всего. Мы сюда прилетели на самолете, потому что холодно автостопом уже в ноябре. Ну и все. Половничка. Меня зовут Света, я турист. Автостопом ездила только с этим товарищем. Еще здесь научилась ездить до пляжа и обратно. По причине того, что байка нету, нужно каким-то образом проводить время. Проблема. Да. Время ограниченное, соответственно, нужно каким-то образом добираться до пляжи. Здесь это не очень качественно получается. Все интересуются, почему у меня есть шляпка, а байка нет. Так что, в принципе, все. Нет, я тебе не дала. Ты считаешь, что номинально снова у тебя. Ну да, я номинально замечаю. Ты будешь молчать, пока я тебя нету. На гайке. Спасибо, Света. Меня зовут Алексей. Я тут на острове живу с начала декабря. Второй раз в жизни, если долго. И третий, не помню уже. И проживу еще, наверное, месяца два. Пытаюсь работать, но что-то пока не звонят. Заразы. Тайцы. Все. 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 Держи. Меня зовут Денис. Я живу здесь с февраля 2012 года. Не помню, я сейчас сколько это будет. Полгода на Покеде жил, а потом переехал на Панган. Сейчас я на Пангане живу. Сюда приехал... Клановый гость и немножко по делам. Недавно начал автостопить с подачи одной известной автостопщицы. Ну, в смысле, мне известной. Вот. Ставь мне небольшой. В Европе, там, километрах 3000, наверное, в этой осени. Вот, как-то так. А так вот еще по Юго-Восточной Азии на мотоцикле немножко покатился. Сейчас осваиваю. Меня зовут Кристина. На острове Покед я первый раз в 2010 году. Я здесь работаю. Гид, в общем-то. Да, я гид. Очень интересный. Пожалуйста. В той фильме и в зоте Квояж. В общем-то, благодарна Денису, что он пригласил меня на вашу встречу, потому что очень любопытно послушать историю людей, которые путешествуют таким интересным образом, как постоп. И все. Передаю на сегодняшний день. Меня зовут Маргарита. Здесь Красноярска. На острове второй раз. Приехала к подруге, живу пока у меня. Я тоже, что ли? Так вот, пол-три. Ну, у тебя здесь пол-три-стри. Да-да. Ехала вместо нас, но пока. Всем привет, на жену. Привет. А вот передавай назад, пожалуйста. Пусть два-завод. А стоять, если я запомнила. Нет, это говорить надо. Нужно сказать, кто ты, как тебя зовут. Что ты здесь делаешь? Я не буду выходить. Меня зовут Гремятская Настя. Здесь я вообще только что проходила мимо. В больницу ушла, мне говорят, приди, попобухай чая. Вот, поэтому я не знаю, что я здесь делаю. Мне интересно, кто приехал на зеленом байке. Он так круто выглядит. А, точно. А ты увидела, что тебя Настя? Да, точно. Второй же меня Найя зовут. Потому что тайцы не могут выговорить Настя. У них, получается, что-то ужасное просто. Поэтому здесь меня зовут Найя. Это твое второе я. Нет, это мое первое я. Джекил и Крайд. У меня одно я. Одно я со многими именами. Я и мое величество это одно целое. Я занимаюсь здесь гидством. Наверное, я зря это сказала громко. Сегодня я первый раз в Анна Семиланах, а мне понравилось. Правда, там был адский шторм. Все, я не могу больше ничего хорошего говорить. Я говорю какую-то херню быстро и громко. Куда? Я тебя сниму. Ты говорила что-нибудь? Потом. Давай ты. Та-дам. Меня зовут Катя. Мы сегодня, вот, Жанет, сегодня приехали. Планировали пожить в этом доме в Таиланде в первый раз. С какого города приехали? Я к Насте. С Москвы. Я ее не знаю. Вот. И вот. А что у вас есть? Наливайте. Простите. А про топом я, ну так, разочек до Крыма. А, точно. Забыла сказать. Я вообще ни разу не путешественная, короче. Ну и происходит, да. Я тоже к Насте просто приехала пожить. Лава. Да. Лава. Я из Таилан. И я и Даня, мы вместе с путешествуем. И сейчас мы в Пухеттуре остались в Пухеттуре. И мы от путешествуем. ну здравствуйте меня зовут данил я из москвы актер по образованию но по окончанию института решил попутешествовать немножечко чтобы увидеть мир и вот как-то затянуло что я там с 2011 . только и путешествую в данном трипе я уже с декабря 2012 приехал сюда ну да как казалось просто отдохнуть потому что уже началось перенасыщение и в затяжных путешествиях все-таки нужно где-то останавливаться чтобы принять все чтобы какие-то планы построить может быть не большие вот так что мы здесь время на какой не знаю спасибо на пакете я второй раз получается путешествую я разными способами не только автостопом здесь собрались люди которые не только автостопом путешествует не использует разные транспорты и самолет и поезда и другие способы передвижения период даже гидростопщики у нас были здесь дома правда он уже уплыл в прошлом году я сюда приехал по земле из красноярского дома а потом мы выехали и через казахстан киргизию китай лаос мы приехали в тайванд то есть об этом году у меня так случилось что я прилетел я не очень дешево конечно я здесь оказался пока еще не работаю ничего не делаю страдает айландизмом но недавно вот я съездил на северо-восток страны высан части сана и поездил по всяким деревням по таким узким маленьким дорогам где всякие рис выращивают водяные буйволы люди простые обыкновенные и в общем мне очень понравилось вот я через банков через сиклов через демонстрантов буквально сегодня утром приехал автостопом сюда прямо практически будет до дома от банкока до пукета я наверное единственное не спросила как там беспорядки банкок беспорядки они очень даже порядочные если ты не работаешь там никто не работает и единственным там транспорт заблокирован и все отдыхают все поют песни бесплатно кушают бесплатно воду там раздают палатках прям центре банкока можно спать да все поют песни как я очень позитивно а вот эта линия которая соединяет по поверху идет то есть sky train надземный для на работает она работает она работает есть можно не некоторые станции где они соединяются они частично заблокированы то есть некоторые входы и не полностью а частично то есть принципе от аэропорта банкока можно добраться до центра без проблем без проблем ну единственное это займет больше времени и там лучше взять наверное мото такси там если не мото такси там автобусы они когда перекрывают же дороги вот я когда уезжала мы просто объехали но ими видимо руководить некая очень разумная сила каждый день меня и свое расположение и автобусы иногда не успевают скажем и пробки очень очень сильные очень такие ну я люблю банкок и я люблю их бесплатно автобусы и я могу платить и дать книжки путеводители кстати у нас дома есть книги практические путеводители интересные книги тани яшниковой почему она пока она исчезла но обещала появиться и рассказать про свои книги немного она не ходили на продажу сюда то что у нас библиотека есть можете приходить читать просвещаться про женский автобус очень много и можете лучше в любой время приходить и сидеть здесь читали зал практика вольных путешествиях самая главная книга благодаря которой я начал путешествовать я прочитал ее в электронном виде она в интернете есть антона кротова и начал потихоньку путешествовать продолжаю буду еще продолжать путешествовать никогда не хочу останавливаться я вот не знаю я живу путешествием можно два слова по поводу вот северо-востока Таиланда там палатки ночевал палатки ночевал у местных я пытался вписываться но как бы я вписался только вот эти крытые всякие верандочки да верандочки то есть сам дом они не пускают понятно ну туда палатку я поставил живность не заползает у водителей тоже к водителям пытался вписаться но это очень сложно в Таиланде мне показалось может я просто мало... в смысле есть по пути к ним дам... ну вечером садишься да уже вечереет рано вечереет там просишься так намерки делаешь и они не понимают или делают вид что они не понимают в общем... у меня просто как ты эти намеки делаешь на каком языке? ну намерки можно делать на языке жестов например... я хочу спать где тут можно палатку поставить они уже начинают думать где же палатку тут можно поставить ну так ты им задаешь вопрос именно где палатку можно... мне кажется просто они думают одновоко ты им задаешь вопрос где здесь поставить палатку они думают как здесь поставить палатку если ты им задаешь вопрос можно ли у вас поспать они будут думать по другому то есть прямо вот знаешь как говорят как разговариваете с мужчинами вот так как обычно все говорят женщинам вот так вот прямо без намеков Ну ладно, теперь давай ложку, на самом деле, подробности.